В Ижевске состоялось торжественное награждение победителей окружного фестиваля театральной Приволжьи, в их числе студенческие и школьные коллективы из республики. Благодаря фестивалю, проходящему во всех 14 регионах Приволжского федерального округа, растет интерес к театральному искусству. Театры получают поддержку, признание и благодарных зрителей. Около 5000 человек приняли участие в этом сезоне. Победители в разных номинациях наградили памятными знаками. Они получат целевые гранты на постановку новых спектаклей. Победителем фестиваля и лучшим молодежным спектаклем Приволжского федерального округа становится постановка «Страна слепых» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» из Чувашской республики. Постановка «Страна слепых» также отмечена в нескольких номинациях. Лучшим режиссером стал Дмитрий Миронов, лучшим актером – Александр Чернов, лучшей актрисой – Кристина Никифорова. Молодцы, ребята, здорово. Спасибо большое, молодцы. Действительно, получилось. Спасибо. Уже поняли. В детско-возрастной группе спектакль театрального коллектива «Станиславский.ком» «Оскар и розовая дама» занял третье место. Я вообще не понимала сначала, как нужно играть мальчика, который скоро… ну, потому что я это в жизни никогда не переживала, и как бы, надеюсь, там не переживу. Со временем, с репетициями я уже, ну, поняла, что это вообще за персонаж, и начала его уже как-то погружать в себя немножко. В регионах по телевизионным каналам пока что лучшие спектакли и детские, и молодежные, и на больших ценах в регионах пройдут спектакли, ребят, для них, конечно, это, я думаю, что очень важно – видеть себя и видеть свое будущее и продвижение и внимание к себе. Как будет дальше развиваться проект, в ближайшее время обсудят по видеоконференц-связи со всеми главами регионов округа. Но старт новому сезону театрального фестиваля уже дан, и это главное. Инесса Потапова, Республика.